Айронмэр уходит или неприкасаемых нет? ФСБ задержала главу администрации Евпатория Андрея Филонова. Источник в правоохранительных органах сообщает, что это связано с возможными земельными махинациями с ущербом в десятки миллионов рублей. Почему мэров крымских городов один за другим отправляют за решетку? Обсудим это с нашими гостями. В студии Александр Супрун, председатель комитета по противодействию коррупции и организованной преступности. И Эдуард Журавлев, директор пиар-агентства «Политтехнолог». Кроме того, свяжемся с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и узнаем мнение блогера Ильи Варламова. Александр, вот Филонов говорит о том, что такое решение не стало неожиданностью, и он прослеживает в нем некий политический оттенок. Как думаете, это попытка освободить кресло для кого-то или закономерная справедливость? В большей степени это справедливость, потому что это носит длящийся характер данная ситуация, в том числе конфликт интересов, который возник на сегодняшний день и есть решение суда. Там супруга у него гражданская, если я не ошибаюсь. Это подпадает? Да, гражданская. По российскому законодательству понятия гражданского брака как такового нет. Опять-таки, они совместно проживали, и они совместно проживали, они вели совместную хозяйственную деятельность. Поэтому в любом случае это относится к конфликт интересов. Но я так понимаю, что это один из эпизодов? Это один из эпизодов, который на сегодняшний день назрел. Они в совокупности на сегодня назрели. Эдуард, ну вот Филонов, можно сказать, долгожитель, наверное, среди глав крымских городов с 2014 года, если мне память не изменяет, почти пять лет он продержался и был на хорошем счету, стоит отдать должное. Как думаете, все эти вменяемые ему махинации, они тянутся еще с тех времен, с 2014 года, и что помогло ему удержаться так долго в кресле? Ну, я не берусь оценивать, как это тянется, потому что мы даже не знаем фактуру предъявленных обвинений ему. Но то, что Филонов действительно что-то делал для Евпатории, мы все видим, как крымчане. Мы приезжали и видели, и видели, что и общение с горожанами у него было достаточно активное. Но в то же время мы понимаем, что та правовая неразбериха, которая была в 2014-2015 году, то есть тот переходный период, позволял делать очень многое, плюс те огромные финансовые вложения. Но вопрос, он позволял делать много ошибок или он позволял делать много махинаций? Он позволял делать и ошибок, и махинаций, и тут уже должно следствие и суд вообще все-таки оценить, что там произошло. Но надо сказать откровенно, что информация, которая звучала о Филонове со стороны, ну, например, мы помним недавнюю публикацию в Forbes, которая была о том, что получил инвестор, который захотел открыть бизнес в Евпатории. То она говорила о том, что за вот этим прекрасным фасадом Айронмена там существует некая вторая жизнь, которой стоило бы, наверное, присмотреться. Ну, собственно, и присмотрелись, да, но хочу сказать не только к нему, Андрей Филонов далеко не первый, Дмитрий Щепетков, глава Феодосии и его сосед из Керчи, Сергей Писарев, обвинение в получении взятки, глава Красноперекопска, тоже взятка, Симферополь, Ялта, Бахчатарай, Черноморский район, да, много вот в этих регионах было именно коррупционных скандалов, чего говорить, если даже два вице-премьера Крыма отличились, так скажем. Кстати, Александр, не считайте, что Филонов, его же связывают с Нахлупиным, да, они даже играли в теннис вместе. Вот такой момент. Вот речь идет о каких-то, быть может, общих махинациях? Возможно, исключать не стоит абсолютно. Опять, результаты следствия покажут, на сегодняшний день информация закрыта, мы еще не можем знать точно результаты. Гостон, у нас еще есть мнение Ильи Варламова по ситуации с Филоновым. Я напомню, у него был БДСМ с Андреем Филоновым. БДСМ – это проект Ильи, он расшифровывается как «Большая дорога с мэром». Гранд начальник Евпатории был первым участником этого проекта, и мы связались вот с Ильей, узнали, что он думает на этот счет, и, в принципе, какое впечатление у него сложилось об Андрее Филонове. Я попрошу режиссера включить запись. Я не видел расшифровки, то есть я не знаю конкретно, в чем он выяснил должностные полномочия. По-моему, эта информация еще не обнародна, есть какие-то слухи, вроде он кого-то из родственников устроил или еще что-то. Мне сложно это комментировать, потому что я не владею этой информацией, и, наверное, я не хотел бы как-то это дело комментировать. Относительно впечатления, которые он у меня произвел, это, наверное, из всего первого цикла. Я с семью мэрами разных городов ходил, там был Киров, Иваново, Ярославль, Обнинск, другие города, и Епатория в том числе. Он, наверное, такой самый активный, самый такой современный, ну потому что, я насколько понимаю, он в прошлом бизнесмен, и как бизнесмен совершенно другой человек, то есть он нетипичный чиновник, и этим он, конечно, подкупает, это было видно там и по комментариям, то есть он очень вот такой. Сколько в этом доля, какая в этом доля такого самопиара и всего остального, потому что, ну, вокруг него, конечно, шлейф какой-то такой медийности, желание себя как-то подать, выгодно и продать, это тоже не последняя его черта, поэтому насколько все это там искренне, действительно, соответственно, не мне судить, потому что за свою деятельность как мэра я не следил. Но вот впечатление как чиновник, он в целом производит такое очень хорошее, положительное скорее, потому что, ну, человек из бизнеса нетипичный, вот какой-то скучный, унылый такой чиновник, как мы привыкли его видеть. Собственно говоря, нетипичный, не скучный, не унылый чиновник, да, шлейф медийности, как отметил Илья. Стоит отдать должное, Андрей Филонов действительно умел преподнести себя в нужном свете. Смотрите, Эдуард, вы в том числе как и пиарщик, как считаете, вот такая самопрезентация, самопиар пошли ему на пользу или наоборот во вред? Ну, вы знаете, я думаю, что Андрей не только умел, но и умеет преподнести себя, и он очень талантливый пиарщик, то есть он себя преподносил очень красиво и хорошо, и делал это правильно. То есть, собственно говоря, любой, наверное, публично избранный мэр должен делать именно так. Пошло ли ему это на пользу или во вред? Ну, тут вопрос такой. Он должен исходить, наверное, из все-таки материалов уголовного дела, но то, что я вижу, наблюдая за ним в медийном пространстве, то он, конечно, иногда пережимал палку, и иногда это было, ну, чувствовалось, что что-то происходит. То есть, что-то происходит, то, что его выбивает совершенно из его колеи. Допустим, пример совершенно последний, это 31 марта, когда мы увидели, что у него на странице два поста идут один за другим. В одном посту пограничного управления ФСБ он поздравляет, вспоминает их подвиги, и тут же под ним какой-то абсолютно отвратительный пост с каким-то испорожняющимся мужчином на улице города, и он пишет, что ну не во всем Филонов виноват. То есть это было такое очень нервное, странное проявление, и, конечно, я думаю, что он уже что-то, наверное, чувствовал, и вот это на его публичной активности тоже сказывалось. Александр, ну, сейчас, да, действительно, уже не один далеко эпизод, а это не только вот интересы, это еще и говорят, что не менее 40 обысков проходят, одновременно проходили уже, наверное, да, проходили, и в деле фигурируют более 60 эпизодов хищения бюджетных средств, превышения служебных полномочий, речь идет даже не о десятках, наверное, а о сотнях миллионах рублей. Но, к примеру, сейчас многие зацепили за ту информацию, что вот там правоохранители обнаружили 18 квартир, которые принадлежат там Филонову, его родственникам и аффилированным лицам, а, Александр, вы мне скажите, он же все-таки бизнесмен бывший, да, Филонов? То есть, соответственно, человек, ну, так скажем, не бедный. Да. Да, соответственно, вот эти претензии насчет там, условно, большого количества квартир, 18 квартир, ну, я так понимаю, что это не только Филонову они принадлежат, а, в принципе, родственникам. Если так пособирать по родственникам, может, и наберется такое количество квартир. Я думаю, что тут дело не в том, что как раз вот обнародованная информация, она не ставит же ему в укор, что у него 18 квартир. Я думаю, это как раз говорило о масштабе обысков и оперативных мероприятий, которые происходили. Потому что оперативные сотрудники, они же работают по всем объектам, где он может хранить какую-то информацию, какие-то там доказательства. Поэтому, ну, я думаю, что вот эта информация получилась не с целью его скомпрометировать, а с целью просто объяснить масштаб вообще мероприятий, которые проводятся. Это одна из составляющих. Александр, ну вот дело было, возбудили еще на прошлой неделе, говорят, да? А в разработке не участвовали местные правоохранители. Почему? Потому что система прогнила насквозь, боялись какой-то утечки? Или почему? Или решили справиться со своими силами центра? Ну, почему? Как считаете? Нет, абсолютно. Здесь сейчас на данный момент масштабы будем рассматривать. Если речь идет о сотнях миллионах, то, естественно, нет, местные были в любом случае задействованы. Просто не в полной мере. Как я и обещал, у нас на связи Наталья Поклонская, депутат Госдумы Российской Федерации. А вот мне подсказывают, что еще не на связи, но как только удастся ей дозвониться, мы обязательно с ней свяжемся и зададим ей несколько вопросов, учитывая, что она долгое время тоже прожила в Евпатории. Я, в принципе, хочу сказать, что Евпатория на сегодня один из показательных городов. Надо смотреть правде в глаза. Действительно, это так. Это заслуга, на мой взгляд, и самих евпаторийцев в первую очередь, но и горсоветы, и администрации абсолютно правильно. Я вчера почитал у Андрея Филонова на страничке комментарии самих евпаторийцев, которые пишут, и для себя определил, что где-то 50 на 50. Кто-то его откровенно ненавидит, а кто-то боготворит даже буквально. Вот в этом отношении, как, наверное, своего рода выборку определить, да, социологическую? Все-таки какое отношение жителей Евпатории к своему мэру? Ну, социологическую выборку может показать только социологическое исследование. То есть то, что мы видим у него на странице, ну, понятно, что человек, занимающийся коммунальным хозяйством, да, когда у тебя там где-то прорвало трубу, он вызовет какой-то у тебя негатив, и ты будешь ему писать. И поэтому то, что очень много людей, не много, там половина, да, по вашему мнению, людей говорят о Филонове не очень хорошо, а плохо, ну, это еще ничего не значит. Тем более, что Евпатория город небольшой, все уже давно друг друга знают, пережили уже многое друг с другом, и всякие отношения существуют. Поэтому я не думаю, что это показатель его работы. То, что вокруг него сформирована часть людей, такое ядро преданных сторонников, которые его поддерживают всегда в сетях, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, где он активно присутствует, то это да, это видно, и эти люди есть, и, может быть, кстати, отчасти эти люди создавали у него некую такую иллюзию всеобщей поддержки или что-то. Ну, вот понимаете, тут очень сложно, имея много соблазнов и имея такую должность, да, и имея, видя вот эту всеобщую поддержку, очень сложно понять, что эта поддержка, это не просто твоя ответственность, а вот некоторые начинают думать, что это все-таки возможность некого бесконтрольного и чего-то такого. Поэтому, ну, бывает. Кстати, об окружении сейчас рассматривают вопрос о задержании еще нескольких человек именно из окружения Филонова, да, поэтому поживем, увидим, может, сегодня, может, завтра. Александр, вот мы все-таки до этого говорили о том, что это характерно для Крыма на сегодня, для крымских городов, такая ситуация, да, когда мэра меняют, и не просто меняют, да, а зачастую просто закрывают, да, под прицел правоохранителей попадают даже вице-премьеры. Почему? Их садят, а они продолжают воровать. Вот в чем причина? Отсутствует как таковой инстинкт самосохранения? Или недостаточно показательные какие-то действия относительно их наказания? Почему так? На сегодняшний день законодательство четко регулирует эту ситуацию. Каждый чиновник при назначении на должность, он поднимает все риски, и он знает их. Либо это такой благородный риск, на который он готов идти и жертвовать. Да, хотя все прекрасно понимают, что в любом случае, рано или поздно, ситуация откроется. Тем более, когда речь идет о неких масштабах в этом речи. И говорить, что это только в Крыму присуще, на самом деле нет. Показатели также есть и по Российской Федерации, в том числе. Просто Крым на сегодняшний день под прицелом находится всей России. И любая ситуация, она в масштабах громче звучит, чем в других субъектах России. Ну вот, Эдуард, неужели в других регионах России действительно такая же текучка, как у нас на полуострове? Я просто считал, что Крым хорошо, он, как привыкли говорить, становится на рельсе российского законодательства. Хотя должен был это сделать за первый год переходного периода. Но, тем не менее, может быть, в этом была причина, когда люди еще понимают, что к чему, понимают основы работы, в каком направлении стоит работать. И, главное, ответственность за свою работу или отсутствие таковой. Ну, понимаете, тут же вопрос не только в законодательстве. То есть вопрос же еще в том, что почему такое не происходит, например, в России, вот такого массовой такой текучки. Потому что есть сформировавшиеся политические интересы и группы влияния, которые четко знают, грубо говоря, свое место. И у них есть некие договоренности, афишируемые и не афишируемые договоренности, которые они стараются не нарушать. Так как Крым сейчас динамично развивающийся регион с точки зрения взаимоотношений политических, законодательных, то есть это тот регион, где только начинает формироваться. И мы же видим, что часть элиты поменялась, управленческая, то есть пришли какие-то новые люди. Можно ли говорить, что это часть внутриполитической борьбы в Крыму как элемент? Конечно. Это часть внутриполитической борьбы в Крыму в том числе. Это часть такой болезненный процесс формирования новой политической элиты. Он просто не закончился еще, потому что мы понимаем, что те выборы, которые, например, подарили нам Госсовет или Законодательное собрание Севастополя в 2014 году, это были выборы на ура. Люди на вдохновение выбрали партию, представляющую президента. Но они не смотрели на других людей, просто у них было такое. И часть политических элит оказалась не у власти, они оказались не влияющие никак на решение, они чувствуют некую обиду, поэтому у них, конечно, они стараются как-то эту ситуацию раскачивать. Ну, я думаю, что выборы, которые у нас будут в этом году, они более-менее устаканят эту ситуацию, успокоят все общество. То есть, по сути, крымчане уже разобрались в каких-то политических веяниях всей России. Крымское общество и, главное, крымские элиты, они пришли более-менее в равновесие. То есть, сейчас так понятно, кто что стоит и за кого стоит голосовать. И, в общем-то, что бы мы ни говорили, что там выборы отдельно, элиты отдельно, это неправда. То есть, всегда все диктуется, именно смотрятся политические расклады, какие будут, кто кого поддерживает. Поэтому, я думаю, что будет спокойнее. Ну, все-таки вернемся от общего, наверное, к частному. Продолжим тему Андрея Филонова. Решение в суда об увольнении уже было принято, но еще не вступило в силу. Но, как считаете, вот еще есть у Андрея Филонова возможность подать апелляцию? Александр, как считаете, будет ли он бороться и за свое место, и, по сути, в этом случае уже за свободу, наверное? Поведение его предсказать невозможно, хотя, ранее, по-моему, он озвучивал, что решение не вступило в законную силу. Я так понимаю, он, скорее всего, будет бороться за свое кресло. Скажу свое мнение, вряд ли у него это получится, потому что считаю, что увольнение в любом случае будет. Вот конфликт интересов здесь явный, вот, и по недоверию будет увольнение. Эдуард, ну, мы вот услышали, да, показательно, и Андрей Филонов тому примеру, вот Илья Варламов сказал, да, касательно айрон-мэра, как он сам себя, да, называет, такой самый пиар среди чиновников, насколько это нужно, допустимо, правильно? Ведь, действительно, зачастую вот многие унылые и скучные, я процитирую Илью Варламова, чиновники, да, может, в какой-то мере поднадоели уже народу, они хотят, действительно, активных лидеров, да, который, если в данном случае он глава города, который способен пиарить не только себя, но и в данном случае город через себя. Насколько такое необходимо, или это исключительно показушничество? Ну, вы знаете, мы вот в пиар зачастую вкладываем некий негативный контекст, но на самом-то деле это связь с общественностью, то есть дословный перевод. То есть, по большому счету, это то, что нужно. То есть, мы, любой политик, должен обязательно разговаривать с общественностью, быть доступным для общественности, чтобы они могли ему сказать, что вообще, как мы реагируем на твои решения, и вообще, что нам надо, какие у нас необходимости есть. Вопрос другой, что это не должно превращаться в оружие, а мы часто видим, что, ну, те, кто умеют пользоваться пиаром, они стараются использовать этот инструмент как дубину. Вот, когда вот это превращается в дубину, тогда это уже плохо. Александр, вы пиаром часто пользуетесь, нет? Нет. Не пользуетесь вообще? Абсолютно плохо. Это плохо. Ну, действительно, наверное, в пределах разумного все хорошо. Конечно. Все хорошо, но в меру. Ну, хотелось бы продолжить непосредственно тему коррупционных скандалов у нас на полуострове. Действительно, Крым, такое ощущение, что впереди планеты всей в этом направлении, я имею в виду на территории Российской Федерации. Может, это действительно связано с тем, что он молодой субъект, и здесь только, как сказал Эдуард, политические элиты только становятся на рельсы. Но, тем не менее, Александр, есть какие-то предположения? Кто следующий? Нет, предположений нет. Предполагать нельзя. То, что будет, можно сказать, это однозначно будет. Как мы ранее уже обсуждали, есть такое понятие, как уровень коррупции. И когда коррупции нет, то нет и государства. Ну, господа, в принципе, уровень коррупции, это звучит смешно. То есть, до этого уровня коррупция допустима, а вот выше нельзя. Разве это правильно, даже в условиях постсоветского государства? Есть понятие, когда государство тратит на профилактические мероприятия, то есть, на противодействие коррупции, значительные суммы денег из бюджета. И когда эти суммы наявно большие, а уровень коррупции на низшем уровне, то иногда этого не стоит. Ну, я здесь не соглашусь с коллегой, потому что я вот буквально сегодня читал, делая обзор вообще, что происходит с Филоновыми, как люди, как общество, как медиа-сообщество реагирует на это. Я прочитал комментарий, который меня ужаснул, когда один человек пишет буквально следующее дословно. Ну, пусть воруют, но главное же он делает. И вот я считаю, вот это вот некий такой тезис, который убивает вообще государство. То есть, что значит пусть воруют? То есть, кто-то работает, они все воруют? Нет. Они не все работают. Есть честные чиновники, которые выполняют свою работу. Они как вообще должны сейчас себя чувствовать? Почему они должны чувствовать, что им всем дозволено воровать? Да нет. Он честный, он не хочет это делать? Ну, вот в нашем, Эдуард, в нашем чиновничем, условно, организме, без желания кого-то обидеть, но тем не менее, если появляется человек, который не берет взятки, если появляется человек, который не желает обогатиться за счет государства или за счет других, это как метастазы, которые здоровые клетки пытаются каким-то образом убрать. Или наоборот? Вот. Мне сложно об этом судить. Белая ворона. Мне сложно об этом судить, потому что, вот вы знаете, тут все-таки должно решать именно факты и доказательства, которые можно представить в суде. Потому что наши личные впечатления, ну, допустим, с одним из вице-премьеров, который сейчас осужден уже Крым, я работал в Севастополе очень плотно и видел его работу в момент энергетического коллапса. И с моей точки зрения этот человек действительно спасал город, и он был, ну, для меня неким идеалом чиновника. Человек, который был на работе там с 7 утра и до 11 вечера, и вне зависимости от того, суббота, это воскресенье или рабочий день. Но вот в Крыму вдруг оказалось, что вот он вот коррупционер, и смогли доказать. Но ваше отношение к нему изменилось после этого? Это сложный момент. Мое отношение все-таки к нему закончилось, когда мы с ним расстались в Севастополе. Что дальше произошло с человеком? Потому что, ну, это не секрет. Жизнь идет, люди меняются, и люди оказываются в разных условиях. Поэтому мы не можем оценивать их только, ну, когда мы с ними рядом. Вот что происходило дальше, я не знаю. Но для меня был шок. Я не ожидал. Для меня это был реальный шок. Я не ожидал, что такое может произойти. Господа, мы будем надеяться на то, что в крымском организме политиков и чиновников будут только здоровые клетки, которые негативно относятся к коррупции и не берут взяток. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!